Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим не о самой популярной теме, но на наш взгляд очень важной теме, теме, которая касается редких заболеваний. И к нашему разговору мы пригласили Вишакмадзе Нато Джумберовну. Она доктор медицинских наук, руководитель отдела орфанных болезней и профилактики инвалидизирующих заболеваний Центральной клинической больницы. Нато Джумберовна, в первую очередь хочется задать самый простой вопрос, который сразу же приходит на ум. А почему говорить о редких заболеваниях важно? И важно в среде медицинского сообщества, начиная с самого первичного звена. Добрый день, в первую очередь потому, что редкие заболевания – это не такие уже редкие. Примерно 14,5 тысяч известных заболеваний по международной классификации болезней больше половины – это редкие. Причем у некоторых нет собственного кода. То есть, соответственно, редкие заболевания встречаем мы гораздо чаще. И самое важное – то, что 80% всех пациентов, кто болеет орфанными, редкими заболеваниями, составляют дети. И каждый десятый или каждый третий не доживает до 5 лет по статистике. Из-за развития орфанного заболевания. То статистика – это в разных странах варьирует эти цифры. А вот такая высокая смертность связана с несвоевременной диагностикой, выявляемостью или с отсутствием лечения? Или вот здесь нет внутри такой внимания? И с поздной постановки диагноза, и отсутствием лечения, соответственно, для многих редких заболеваний. Поэтому, соответственно, дети умирают примерно в раннем возрасте, получается, до школы. А вот эта известная международная цифра, что редкий пациент идет к своему диагнозу, в течение 7 лет она не изменилась лучше для... Изменилась, реально изменилась. Стало намного раше выявляться многие орфанные заболевания. Но, тем не менее, мы много не знаем из редких заболеваний. Помимо редких, еще есть 17 тысяч разных синдромов, которых надо знать. И вот обратите внимание, что педиатр, который сидит на участке, или педиатр в общем, он должен знать не только эти заболевания, которые на потоке идут, так же те, которые приводят к инвалидизации, о которых умирают, а мы еще добавили к ним орфанные заболевания. И особенно те заболевания, от которых есть лечение в настоящее время. Это примерно где-то 300 заболеваний таких. То есть педиатр должен быть максимально хорошо информирован. Только тогда он успешно может заподозрить диагноз, а дальше вовремя отправить для инициации терапии. Вот, Джумберна, давайте отметим, что все-таки не для всех 300 редких наследственных болезней, для которых разработано лечение, не все эти лекарства доступны в России. Да, не все доступны, к сожалению. Есть ряд орфанных заболеваний, которые успешно лечатся не одним, а двумя препаратами. То есть есть выбор. Но есть и, которые еще не зарегистрированы, или находятся в процессе регистрации. Но мы все-таки смотрим надеждой на это, что надеемся, что для всех детей будут зарегистрированы известные во всем мире очень хорошие, качественные лекарственные препараты. Я правильно понимаю, что сегодня мы хотим поговорить о том, наверное, о недооцененной роли диспансеризации, как об одном из важнейших факторов ранней выявляемости редких заболеваний, что может, собственно, определить дальнейшую судьбу редкого пациента? Совершенно верно. Во время диспансеризации, именно в детском возрасте, наиболее вероятно выявить орфанные заболевания. Потому что есть возрастные категории, когда комплексный осмотр детей может привести к очень хорошему, успешному результату. То есть мы можем выявить или заподозрить какое-то орфанное заболевание. На самом деле диспансеризация известна достаточно давно. Это французское слово. И примерно... А мы думали, что это советское явление, изобретение? Нет, это французское слово. И еще в начале 17 века в Франции впервые в монастырях, это был какой-то прообраз диспансеров, открылись места, где раздавали нуждающиеся разные лекарственные препараты. В дальнейшем вот примерно такая практика была в Англии в конце 17 века. И уже в 19 веке в Англии, Франции, Германии практически одновременно были уже созданы первые диспансеры по туперкулезу. Почему? Потому что это была достаточно большая группа больных. Про него очень много было уже известно к этому времени. И было понятно, что эти пациенты требуют особого внимания, особого наблюдения и лечения. К ним потом присоединились другие специализированные диспансеры, где были уже пациенты психиатрические или венерологические. И смотрите еще с начала 19 века, когда впервые в России открылись диспансеры для неимущих. Понятно, что их работа была немножко ограничена, но тем не менее сам этот факт был очень интересным. И в конце 19 века такие гениальные врачи, как Боткин, Сечина, Пирогов, они уже отмечали, насколько важно проводить именно превентивную медицину, то есть профилактическую медицину. И не только лечение было главное, а именно наблюдение за этими больными, наблюдение за болезнью, за течением болезней, а также оказать медицинскую помощь всем слоям населения, особенно тем, у кого нет возможности материальной оплатить вот эти услуги. И тогда впервые начали очень серьезно проводиться санитарные мероприятия. Было понятно, что это тоже носит профилактический характер. И это уже было государственной задачей? Это уже, да, как государственная задача. Поэтому 1910 год, когда уже по инициативе Всероссийской лиги, был создан первый такой диспансер для туберкулезных больных, и им оказывалась серьезная санитарно-просветительская помощь, лечебная помощь, санаторно-курортное лечение и так далее. В дальнейшем уже были первые диспансеры, в том числе по охране матери и ребенка. И уже 20-е годы прошлого века уже началась массовая диспансеризация, то, что мы уже, живя во время Советского Союза, прекрасно помним. И обратите внимание, что примерно 30-е годы впервые начали борьбу с проб соболеваемостью на мероприятиях. Это тоже достаточно такой серьезный был инцидент. Что касается диспансеризации детей, примерно в это же время началась диспансеризация. Особенно 60-70-е годы это имело более серьезные масштабы. А последний раз один из самых серьезных приказов, который вышел, это был 21 декабря 2012 года, по диспансеризации в том числе детского населения. И в 2018 году были некоторые правки внесены, и в настоящее время проводится такая углубленная диспансеризация для детей в возрасте 1 года, 2-3, в дальнейшем 6-7-10, и с 13 лет уже ежегодно до достижения совершеннолетия. И вот примерно так выглядит. Если посмотреть, выделяется несколько групп, возрастных групп, от 0 до 1 года, это очень важно, очень тщательно осматривается специалистами, потом 1-4 года, 5-9 лет, 10-14, и потом уже подростки, это особая группа детей, когда уже идет перевод из детской сети уже взрослую. Я правильно понимаю, что ту диспансеризацию, которую мы видим в сегодняшнем состоянии, это устроено с 2012 года? Произошли перемены именно в 2012 году, которые мы сейчас обсудим? Совершенно верно. Было несколько попыток делать, это в 2006 году тоже шли разговоры, и была первая, ну, одна из таких диспансеризаций уже в России. Потом было несколько пересмотров в 2012 году, и потом добавления были внесены в 2018 году, последние поправки. Можно обсудить по возрастным группам, как это на самом деле происходит в настоящее время. Вот родился ребенок, безусловно, в роддоме уже первый человек, кого выйдет ребенок, это педиатр, и там же проводится неонатальный скрининг. Принципиально важно, для всей России это включает 5 заболеваний, а для Москвы 12. Значит, здесь идет пилотный проект в Москве, на 12 нозологических единиц и выявляются эти разными редкими заболеваниями. Ваше мнение на тот же МВР, на 5 заболеваний для России это достаточное число? Это немного на самом деле, но надо сказать, что это не так мало. Есть страны, где проводятся на 1 или 2 нозологии. Сейчас ведется очень много работы для того, чтобы расширить неонатальный скрининг. А тот, который уже существовал и существует до сегодняшнего дня, он уже свою успешность доказал? Да, однозначно. Неонатальный скрининг именно на 1 нозологии, на которых проводится, это достаточно серьезно и доказал свою эффективность, и он для Москвы расширен. Такое необходимейшее условие той самой превентивной медицины. Совершенно верно. Это очень важно, потому что раннее выявление этих заболеваний, мы можем уже корректировать ситуацию, и дети могут иметь совершенно другое качество жизни. Но здесь необходимо отметить, что при ранней выявляемости мы обязательно должны обеспечить доступ к лекарственному обеспечению или к лечебному питанию. То есть это очень важно, чтобы это были взаимосвязанные вещи. Родитель должен не только узнать о диагнозе своего ребенка, но и должен иметь беспрепятственный доступ к его лечению, там реабилитационных мероприятий. Ну, в принципе, на эти заболевания сейчас проводится неонатальный скрининг. Вот для фениткетонурии получаются специализированные смеси. Например, они наблюдаются у специалистов, есть очень много информации, есть много новых лекарственных препаратов, которые зарегистрированы и успешно применяются. И Россия имеет очень богатый опыт лечения таких пациентов. Я просто хочу что-то комментировать. То есть каждый раз, когда мы будем принимать в будущем решение, может быть, даже в самом ближайшем будущем по поводу расширения ненатального скрининга, мы должны четко понимать, что за расширением скрининга должна быть четкая организация медицинской помощи тем детям, у которых будут выявлены заболевания. Мы не можем развязывать одно с другим. Это должны быть связанные и организованные вещи. То есть новый диагноз, то есть поставленный диагноз, за ним должно следовать лечение, обязательно которое максимально успешное, возможное, наиболее современное, которое на сегодняшний момент существует. Совершенно верно. Не только лечение, но и наблюдение за этими пациентами. Это принципиально важно, потому что любое лечение требует монитор ситуации, состояния ребенка. Поэтому это принципиальный вопрос. Поэтому неонатальность клиники будет расширяться с учетом и лечения, и обследования. Насколько это возможно не только в Москве, не только в крупных городах, но и в регионах в том числе. То есть к этому вопросу нужно относиться очень строго и даже тонко, я бы сказала. Однозначно. Потому что, мне кажется, если встать на сторону родителя, который узнает о диагнозе своего ребенка, есть такой этический момент. То есть об этом диагнозе правильно узнать, если ты точно понимаешь, что есть лечение, есть какой-то комплекс мероприятий медицинских, который поможет твоему ребенку жить, полноценную жизнь. Иначе для чего узнавать свой диагноз? Как вы считаете? Диагноз надо знать однозначно, потому что, возможно, сегодня нет этого лечения, но оно может появиться в ближайшее время. И таких фактов огромное количество. Если речь идет о государственном скрининге, то есть государство должно возлагать на себя обязательства по выявлению пациентов, наверное, вровень с теми же обязательствами, которые будут закрепляться по лечению этого пациента. Скрининг – это все-таки государственная программа, которая должна быть связана и с обеспечением лечения этих пациентов. Совершенно верно. Но это, в принципе, кто работает в этом направлении, они это, безусловно, учитывают, потому что это высокоспециализированные врачи. Иначе нет смысла этого. Безусловно. Это серьезные врачи, которые принимают прекрасно, берут на себя ответственность за все это. Так, если мы продолжим, первую такую серьезную диспансеризацию ребенку проводят в месячном возрасте. Обратите внимание, что и невролог, и хирург, и офталмолог, и с 2018 года еще детский стоматолог, который осматривает ребенка, а потом через два месяца еще к ним присоединятся травматолог-ортопед. И полное ультразвуковое исследование, и брюшная полость, и почки, и суставы, и сердце, нейросонография. То есть это такой хороший полноценный осмотр. То есть у нас уже есть определенные представления о состоянии ребенка. Далее он дает анализы крови, мочи, но потом уже, начиная с трехмесячного возраста, смотрит исключительно педиатр. Других специалистов нет. Но педиатру примерно на этот осмотр дается не так много времени. А есть заболевания, вот мы сейчас говорим о редких заболеваниях, которые, например, внешне, или еще по каким-то признакам, которые возможно усмотреть при осмотре, проявятся вот с тех самых двух до одиннадцати месяцев. Я как раз и спрашиваю, достаточно ли будет педиатру 15 минут, которые сейчас выделены на прием, для того, чтобы увидеть, распознать какие-то особенности развития этого малыша вот в этом периоде. Даже если он, допустим, будет профессионально подготовлен, мы предположим такую ситуацию, что его профессиональной грамотности достаточно для того, чтобы распознать какие-то признаки, иметь тут самой настороженности. Ему будет хватать этого времени? Ну, учитывая реалий, на самом деле не будет хватать. Почему? Потому что, во-первых, это маленький ребенок, мама имеет очень много вопросов к педиатру, мама же еще не подозревает, что, возможно, у ребенка что-то не так. Может не говорить про жалобы, которые для нее, это как бы может считаться, ну, не выходящей за рамки здоровья. Врач даже не дочнит в этот момент. Ну, у врача не всегда есть возможность это делать. Потом в это время очень часто детям проводим вакцинацию, то есть каждый осмотр чаще сопровождается проведением вакцинации. То есть врач должен успеть осмотреть ребенка и быстро отправить на вакцинацию. И учитывая, что практически ни один божий специалист, особенно невролог, до одного года не смотрит, получается, что мы можем пропустить несколько заболеваний. Конкретно какие заболевания? Ну, например, задержка физического развития, задержка психомоторного развития, регресс навыков, какие-то скелетные нарушения, которые мама, возможно, не заметит, пока ребенок еще лежит, переворачивается, садится или не садится. То есть мама, особенно если это первый ребенок, не имеет такого опыта. Безусловно, это же мама. Поэтому, а врач из-за того, что не так много времени имеется на осмотр, возможно, это все пропустит. И потом, например, некоторые заболевания имеют особенности фенотипические. И они буквально с первых месяцев жизни. Какая мама может признать, что ребенка немножко лицо стало как бы грубеть, в кавычках. Поэтому много таких вещей можно пропустить, к сожалению. И то, что убрали до одного года осмотры невролога, думаю, что это не очень правильная тактика. Следующий осмотр, это будет в один год. Тоже достаточно углубленный осмотр разными специалистами, педиатр, уже невролог смотрит, лор, травматолог-ортопед. Ну, помимо анализа стандартных крови мочи, первый раз делается эхокардиография. Это тоже важный такой этап после месячного осмотра, вторая такая крупная диспансеризация. А вот в следующем, в дальнейшем, смотрит в годы 3 месяца педиатр, и в годы 6 месяцев. Это всегда совпадает очередной вакцинацией. То есть тоже опять времени не так много. Ну, даже не только времени, я так полагаю, что и цели не стоит. Вот этот осмотр что-то будет. Диспансеризация, это чаще всего как бы профилактический осмотр, и, возможно, не всегда будет возможность выпить отклонение от нормы. Очень важным дополнением является то, что 2 года смотрит психиатр. Учитывая, что в последнее время много детей с нарушениями речи или поведения, это принципиальный вопрос, и это совершенно правильное решение. И следующий этап диспансеризации уже 3 года, когда смотрят много специалистов, достаточно, и впервые смотрят акушер-гинеколог, детский уролог, детский хирург. И еще очень важно, что буквально с 2 лет ежегодно ребенка смотрит педиатр и стоматолог. И так все время. Это тоже, в принципе, считается хорошим дополнением. Если обратить внимание, из 3 лет только 2 специалиста, педиатр и стоматолог наблюдают ребенка. И самый такой еще крупный этап, как в диспансеризации, это именно проведение уже диспансеризации в 6 лет. И вот что мы можем пропустить в это время? Очень много заболеваний. Во время профилактических осмотров не всегда есть возможность посмотреть там печень, селезенку, если нету каких-то жалоб у ребенка. Возможно, скелетные нарушения только появляются и не так выражены. То есть, если мама не обратила на это внимание, есть вероятность его пропустить. Нарушение поведения, которое мама, возможно, считает нормой. А для врача это может быть важным сигналом. Получается, что в этот период сильно возрастает именно роль педиатра, раз он остается практически один на один. Безусловно. Безусловно. Вот нарушение слуха. Ребенок не разговаривает. Кто-то считает, что это норма. Например, в 2 года не разговаривает. Ну, там родственники начали поздно говорить. И ближайший родственник. Поэтому получается, что это тоже можно пропустить. Очень серьезным является таким звоночком, если у ребенка уже регресс навыков. То есть, разговаривал, все хорошо было. И вдруг перестал говорить не то, что новые слова, и старый начинает забывать. То есть, это тоже таким важным моментом является. То есть, много-много заболеваний, дебют которых начинается именно в этой возрастной категории. И здесь, получается, родители могут рассчитывать только на высокую настороженность педиатра при прохождении? Безусловно. Но мы, с другой стороны, призываем родителей, чтобы они тоже обращали внимание хотя бы на сверстников своего ребенка. Много занимались, обращали внимание на детали. Потому что диспансеризация, безусловно, это для всех. Но если есть какая-то проблема, мама всегда может обратиться к педиатру. Ну, то есть, при осмотре родители должны быть также насторожены, как и педиатры, не бояться задавать каких-то дополнительных вопросов, отмечать какие-то особенности, которые они замечают в своем ребенке. Потому что сам педиатр даже в каких-то вещах может не догадаться. Что-то он визуализирует, а что-то он просто даже не знает. Совершенно верно. Мы даже просим, чтобы мама записала, заранее подготовила все вопросы. Пусть переспрашивает, что норма, что не норма. А стоит ли не беспокоиться по какому-то поводу. Потому что можно пропустить, врач не может оценить все системы и органы, коснуться всех аспектов. Поэтому это может закончиться в дальнейшем достаточно серьезно. Получается, что некую просветительскую деятельность в среде родительства тоже надо, видимо, вести. Для того, чтобы родители были более, скажем так, ответственны, более образованы, более просвещены. Может быть, медицинского образования мы, конечно, каждому родителю не дадим. Но некое просвещение по поводу их ответственного родительства в этот период, когда развивается ребенок, и, возможно, у него уже заложено какое-то заболевание, оно уже дало о себе знать. Наверное, вот эти мероприятия тоже необходимо проводить. однозначно, но того, что у нас не только родители, у нас были случаи, когда диагноз тяжелого генетического заболевания поставила бабушка. Бабушка двухлетней девочки, потому что бабушка понимала, что она развивается не хорошо, что есть отставания, что есть проблемы со стороны разных органов и систем. Она прочитала в интернете, и она поставила абсолютно правильный диагноз. Это вот такой редкий случай, но такие тоже ситуации бывают. в общем, шесть лет смотрят очень много специалистов. Надо сказать, что те врачи, которые занимаются органными заболеваниями, очень часто принимают детей вот именно после диспансеризации шестилетней, потому что, обратите внимание, смотрят не только много специалистов, в том числе и детский психиатр, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, офталмолог, невролог, детский хирург, проводится еще комплексное исследование ультразвуковое, и проводится еще эхокардиография, эхокардиография. Почему я на это обращаю внимание? Потому что, например, ультразвуковое исследование сердца проводится в шесть лет, а в следующий раз примерно через девять лет. И получается, что за это можно пропустить очень много орфанных заболеваний, которые идут с поражением сердца или преимущественным поражением сердца. И это достаточно такой серьезный отрезок времени. В семь лет тоже небольшое такое исследование. То есть следующий шаг это 10-летний возраст, когда впервые смотрит эндокринолог. Надо отметить, что это только осмотр эндокринолога. К сожалению, в этой возрастной группе уже не делают ультразвуковое исследование щитовидной железы, несмотря на то, что у нас есть эндемические районы, где много патологий щитовидной железы. В дальнейшем с 13 лет идет очень серьезный осмотр детей, особенно во время передачи ребенка взрослую сеть. Уже как бы сначала подростковый кабинет, а потом взрослую. И детским психиатром осматриваются, разными специалистами, делается много исследований. Но это такой возраст, когда ребенок уже может сам жаловаться. То есть жалуется и легче выявить симптомы, быстрее заподозить. Тем не менее, из-за того, что ультразвук щитовидной железы и органы в репродуктивной сфере не делается вообще ни разу за 18 лет, не делается, не определяется уровень глюкозы в крови, например, сократились количество лабораторных анализов. То есть тоже можно пропустить некоторые заболевания. Например, прогрессирующие поражения сердца, то, что я говорила, прогрессирующие поражения органов зрения, патологии опорно-двигательной системы, патологии мочеводелительной системы, конкретно почек. Практически все системы могут страдать в это время. Да, в общем, детский организм развивается быстро и соответственно очень многие заболевания могут достаточно быстро прогрессировать. А дебют заболеваний может быть абсолютно разные возрастные группы. И чем раньше начинается патологический процесс, тем агрессивнее он течет. Поэтому принципиально важно не только проводить диспансеризацию, а качественно его проводить. Вот тогда он абсолютно оправдывает себя. Потому что осмотре ради галочки просто так ни к чему не приводят. А внимательные доктора могут реально предупредить развитие, если вовремя заподозрили болезнь, не только редкую, но вообще хроническую болезнь, или быстро обследовать ребенка и назначить патогенетическую терапию, что безусловно влияет на качество жизни ребенка. поэтому надо понимать, что у нас есть определенные минусы возможно, но тем не менее, когда мы сравнивали диспансеризацию в разных странах с тем, что у нас происходит, мы поняли, что у нас все очень даже неплохо. Но Великобритания, например, оказывает медицинскую помощь практически всем резидентам, но попасть к педиатру достаточно затруднительно. Хотя эта помощь абсолютно бесплатная. А такое понятие, как диспансеризация в Великобритании существует? Нету такого понятия диспансеризация, то есть мама обращается тогда к врачу, когда считает необходимым. Это тоже большой минус. Неожиданно. Да. В Америке, например, государство предоставляет такие услуги только тем, кто находится за чертой бедности. Примерно это 16% детей. У них прекрасные пакеты обследования. Опять такие, если педиатр сочтет нужным, он направит уцгомоспециалисту, если нет, нет. Но вообще во всех странах осмотры детей основаны на системах страхования. А страхование отличается. То есть если у родителей есть хорошая страховка, соответственно у них есть очень хорошая медицинская помощь. и наоборот. Вот что происходит например в Германии. Надо сказать, что с 1 января 2008 года в Германии появился обязательный плановый осмотр. Примерно та же самая диспансеризация, что у нас в Российской Федерации. Идеальная практически система Норвегии. Трехуровневый осмотр, что охвачен примерно 100% детского населения абсолютно большое количество. И самое важное, что высокоспециализированная медицинская помощь проводится бесплатно. Это лечение всех орфанных заболеваний, трансплантация, лечение алкологии, то есть самая высокозатратная технология. И это можно сказать, что идеальная практически система. Но чем нельзя похвастаться, чем не могут похвастаться Виталий, например, потому что там педиатрия как отдельная такая ветвь не развита. Но это высоко узкий специалист, узкоспециализированный доктор-педиатр. И к нему попасть очень сложно. В основном лечат детей у семейных врачей. И получается, что педиатры преимущественно работают в частных кабинетах, и это более выгодными является. Поэтому педиатрическая служба, так как нету ни детских поликлиник, больницы есть, но детских поликлиник нет, это, конечно, приводит к определенному негативу. Но надо сказать, что то, что есть в Российской Федерации, вызов врача НАТО, практически нигде такого нет. Я думаю, что мы придем к тому, когда врача невозможно будет вызваться на дому. Я думаю, как это морально, ты еще не готова к этому. Ну, это возможно более выгодно будет государству и какой-то степени правильно тоже, потому что тогда нужно ввести опять же большую разъяснительную работу среди населения, потому что представить эту систему складов с десятилетиями, то есть это привычка, традиция, это уже часть нашей культуры, позвонить в поликлинику и вызвать врача. По любому поводу. По любому поводу, да. Вот то, что привело к тому, что очень большая нагрузка на врачей первичного звена, и это естественно приводит к тому, что они не могут во время грудничковых центов столько внимания уделить детям, потому что они должны побежать на участки и делать, например, если эпидемия гриппа, то 20 и более вызовов. Устает, на него огромная нагрузка, не только, однажды не выполняют функцию только осмотра пациентов и назначения терапии, и огромное количество бумаг, организационных вопросов, поэтому вот такое перераспределение возможно даже будет более эффективным, но это не произойдет сразу, думаю, что постепенно мы все равно к этому придем. В таком случае у меня такая потребность, которая, я думаю, что это не только моя личная, потребность пациентского сообщества все-таки иметь предварительное разъяснение, почему это правильно, как это будет скомпенсировано вообще в этом взаимодействии родителей и детей с врачами, с медицинскими учреждениями. Нам бы хотелось понимать, для чего и почему это будет Так как это не сегодня-завтра не происходит для этого будет время. Но мы уже начали об этом говорить. Да, мы уже говорим об этом, то есть мы постепенно к этому готовимся, потому что я думаю, что все-таки мы к этому придем. И возможно это будет намного лучше, чем сейчас. Ну, в общем, как бы диспансеризация нам нают возможность выявить пациента. Но на этом все только начинается. Вот мы с вами фактически обрисовали такую сложную историю, связанную с диспансеризацией и с теми уже пробелами, которые внутри нее. У меня, кстати, до сих пор остается в голове вопрос, кем были и на каких основаниях были приняты вот эти решения по исключению специалистов и так далее. Но, наверное, сейчас уже нет смысла об этом говорить. Это было принято решение, наверное, по каким-то необходимым, как бы должным основаниям. Так вот, у нас случилась ситуация, к сожалению, редкая, когда на уровне первичного звена пока редкая, пока у нас нет достаточно осведомленности педиатров на участках о редких заболеваниях. Тем не менее, она случилась, и педиатр заподозрил у пациента редкое заболевание. Представим себе вот во время своего этого короткого 15-минутного осмотра. Давайте сейчас расскажем, что делать педиатру, если такого пациента он у себя на участке получил? Ну, или как ему кажется, что у этого пациента возможно редкое заболевание? Ну, здесь надо сразу отметить, что педиатрия на самом деле имеет самый такой мультидисциплинарный комплексный подход, и это очень важный фактор. Почему? Потому что педиатр сразу должен решать не просто проблему со здоровьем ребенка, но и очень много медико-социальных проблем, которые имеет уже семья в это время. Чтобы понимать, что должен делать педиатр, куда что отправить, надо вспомнить, что у нас имеется трехуровневое оказание медицинской помощи детскому населению, и взрослому в том числе. Значит, первый уровень это именно амбулаторная помощь, то есть это те участковые врачи, которые очень часто могут заподозрить болезнь, имеют возможность такую больше, чем другие. основная роль учреждений первого уровня это профилактическая, медико-профилактическая, ну то есть это вакцинация, просто диспансеризация, осмотры. И если выявлен уже пациент, вероятно, он пойдет на второй уровень, который оказывает преимущественно специализированную медицинскую помощь. вот наиболее часто пациенты с редкими заболеваниями наблюдаются и получают медицинскую помощь на втором уровне. Я правильно понимаю, что буквально это выглядит следующим образом. Вот педиатр при осмотре понимает, что у ребенка есть какие-то неврологические проблемы, и они нетипичного характера. И он его направляет, то есть он пока еще не знает, но может где-то в голове подозревает, что это может быть редкая патология, или, скажем, нечастая какая-то патология. И он просто его направляет к неврологу, например, центральной детской больнице. Да, совершенно верно. Причем понимая, что в этих больницах они чаще всего многопрофильные, есть не только невролог, но и, например, офталмолог, который, возможно, понадобится. Там же специалисты между собой, да, говорят, подойдите, посмотрите, да, тут что-то необычное. И там уже, поскольку присутствуют все специалисты, есть возможность уже так коллегиально, до комплекса. Да, совершенно верно. То есть там есть возможность больше диагностических служб, и лаборатория работает лучше. Поэтому получается, что отправляют именно на второй уровень. Но бывают такие ситуации, что на втором уровне тоже не смогли разобраться, или не хватает каких-то специалистов, или не хватает каких-то исследований для этого. Тогда ребенок отправляется уже в третий уровень. Это уже очень крупные такие краевые, даже республиканские клиники. Это научно-исследовательские учреждения, чаще всего это федеральные, или клиники высших учебных заведений. То есть здесь третий уровень, надо понимать, что оказывает специализированную и еще высокотехнологическую помощь. Но надо понимать, чем эти две помощи отличаются друг от друга. Но специализированная медицинская помощь это всегда бесплатно. Можно как амбулаторно, можно на дневном стационаре, можно круглосуточном стационаре. И на этом уровне, то есть специализированная помощь, включает сложные медицинские технологии. А высокотехнологическая медицинская помощь, которая преимущественно оказывает федеральные центры, практически 80% ВМП, как раз высокотехнологическая медицинская помощь, идет на федеральные центры. здесь уже отправляется пациент для того, чтобы начать применить более сложные, уникальные методы исследования, лечения, вернее, которые, в принципе, они ресурсоемкие методы, они требуют высокотехнологическую медицинскую аппаратуру, лечение, лабораторию и так далее. То есть это тот уровень, когда однозначно должен быть поставлен диагноз и оказана квалифицированная медицинская помощь. Таким образом, конечно, пациент сразу хочет попасть в федеральный центр. Ну, это, наверное, не только желание пациента, это совершенно закономерное действие врача, который понимает, что на уровне своем, даже центральной больнице, или даже, как вы показали, это может быть какое-то областной диспансер. У них нет просто достаточного опыта для того, чтобы и уточнить диагноз, даже, например, если они на 80% уверены, но они все равно готовы и в этой своей готовности они абсолютно правы направить пациента туда, где эта патология уже достаточно изучена. Это пока на сегодняшний момент, при сегодняшней системе организации, скажем так, маршрута редкого пациента, это единственный правильный вариант. Я правильно понимаю? Совершенно верно, потому что федеральный центр имеет, во-первых, большой опыт ведения таких пациентов чаще всего, и тяжелых пациентов в том числе, и диагностически неясных пациентов, поэтому и пациенты в этом заинтересованы, и очень часто еще специалисты, врачи сами в этом заинтересованы. Мы признаем безусловный авторитет федеральных центров, по крайней мере, в области изучения редких заболеваний над региональными медицинскими учреждениями, соответственно, специалистами. Но мы знаем, что совершенно законодательно не закреплено такой приоритет, такой авторитет, он не закреплен. Поэтому мы можем просто рекомендовать, и достаточно обоснованно рекомендовать, опираясь на то, что все-таки федеральных центров большой опыт, большое количество тех самых редких пациентов. Вот опираясь на это, мы можем говорить о том, что все-таки те рекомендации, которые выдают федеральные центры, они обязательны к исполнению. Желательно. Желательно. Мы всегда рекомендуем. Врачи рекомендуем. Желательно, безусловно. Но не всегда получается там закупить какие-то специализированные средства. Да, вот передвижение или реабилитация. Не всегда получается отправиться делать однотонно-акурортное лечение. Или нету какого-то необходимого препарата, который рекомендовал федеральный центр. Или получается так, что федеральный центр рекомендовал лечение, но региональный отказывается его выполнять. То есть такие ситуации тоже бывают. И вот этот связь... Но это чувство и преемственность, оно ведь больше организационной причины имеет. Это не профессиональное... Нет. Непрофессиональное как бы деление между врачами, между... Я так думаю, что скорее всего это все-таки больше организационно- административная причина. Безусловно. И вот федеральный центр, региональный центр пациента, вот такой треугольник. Конечно, в идеале хорошо, когда все налажено, когда есть определенная преемственность. Но и бывают такие процентенты, реально есть. Есть прекрасные федеральные центры и прекрасные региональные центры, которые сотрудничают друг с другом, и пациенту делается выбор. То есть не надо всегда ехать очень далеко, и можно у себя рядом прекрасно обследоваться. И надо сказать, что у нас есть такие прецеденты. То есть мы знаем, здесь не все, конечно, отражается. Есть федеральные центры, которые занимаются диагностикой редких орфанных заболеваний, но это часть только этих учреждений, а есть которые занимаются лечением таких центров еще больше. И это уже не только Москва, и Санкт-Петербург. Это безусловно, это Ростов, например, это Киров и другие города, но это часть, мы не можем всех уместить здесь. Есть еще поспециализированные, например, для мукополисахаридозов, есть потрясающие федеральные центры, которые хорошо знают эту патологию, оказывают помощь. И здесь встает вопрос, всегда ли нужен федеральный центр. Потому что я могу привести пример ребенка, который болеет, уже девочки, который болеет тяжелым, прогрессирующим, генетическим заболеванием, и все обследования проводятся в многопрофильной городской клинике. А у ребенка есть патология сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, дыхательной системы. Тем не менее, вот мы же все стараемся, и с этого года это принципиально важно, обследовать всех детей по клиническим рекомендациям. То есть, это нормативный документ, и желательно соблюдать его. Бояться клинических рекомендаций не нужно. Поэтому таких детей уже после того, как в федеральном центре ребенок обследован, уже назначена терапия, есть определенный план ведения такого пациента, он в дальнейшем может наблюдаться и в региональном центре, который практически всегда оснащен очень неплохо. И где есть возможность. То есть, маме не приходите тратить деньги на дорогу туда-обратно, на свое питание во время нахождения в федеральном центре, собирать огромное количество разных справок или разных анализов для себя и для ребенка. Не всегда же это возможно, если ребенок даже живет, например, далековато и от регионального центра в том числе. Поэтому все возможно. Желание, наверное, надо иметь вести таких детей, смотреть их, лечить, наблюдать. Надо сказать, что орфанный пациент крайне интересен для врача, для его развития. Открываются совершенно новые горизонты, открываются новые возможности. Можно прочитать и познакомиться с теми областями медицины, которые, возможно, до этого совершенно не сталкивался и не имел представлений. Новые термины, новые методы лечения. А сейчас надо понимать, что есть прекрасные региональные центры в разных областях. Москва потрясающий региональный центр, есть в Московской области очень хорошие. специализированные региональные центры по орфанным заболеваниям. Совершенно верно. И врачи должны быть готовы к тому, что есть новые методы лечения на подходе. И нельзя все только... То есть надо уже пройти определенный этап, надо уже учиться еще больше и понимать, что мы переходим на другой уровень медицины, он идет вперед. Поэтому... Вот эта картинка нам немного знакома, потому что мы сейчас оказываем содействие семьям с пациентами с нейрональным цирроидным липофацинозом второго типа столкнулись с огромной организационной проблемой в регионах, когда вот этот самый способ введения препарата, он просто не может быть организован в регионе на месте, поскольку представляет вот такую большую сложность. То есть врачи редко сталкиваются с необходимостью энтрокулярного введения препарата. А мы понимаем прекрасно, что да, вот этот препарат, который совершенно новый, который совершенно меняет перспективу для этих детей. Раньше они умирали, теперь они будут жить благодаря этому препарату. Он же первый, но он не единственный, не последний. Дальше будут подобные препараты, которые тоже будут... все боялись проводить ферментозаместительную терапию, хотя это и день и белкового препарата. Какое еще до сих пор даже кое-где бояться? Да, но надо понимать, что еще больше и очень... Медицина развивается гигантскими шагами, поэтому надо идти по времени, то есть возможно надо проводить все, что нужно для пациента. Это принципиально важно. Вообще, мне кажется, что основная заповедь врача не навреди, это важно. То есть если ты не назначаешь терапию, если ты вовремя не диагностировал болезнь, это уже будет иметь определенные последствия, далеко не хорошие для пациента, для ее семьи. То есть все равно все упирается в личную ответственность врача? Однозначно. За ней стоит уже необходимость повышения уровня образованности, изучения и включения во все медицинские организационные моменты. То есть отвернуться тоже не получится. Не получится. Не получится. Ну, тут же, Берна, огромное вам спасибо. Я просто хочу напомнить, ну, как бы для редких это обычно истинно, мы часто об этом повторяем, мы об этом уверены, что те специалисты и там, где умеют выявлять и лечить редкие заболевания, гораздо более эффективно и лучше справляются с распространенными заболеваниями. Согласна. Поэтому мы очень призываем всех изучать редкие болезни, повышать настороженность педиатрического звена к этим заболеваниям. Это очень сильно может повлиять на судьбу, на перспективу жизни и здоровья наших редких пациентов, особенно детей. Спасибо. 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 Спасибо.